Привет, друзья! 20 апреля Canon провела пресс-конференцию, на которой сообщила дополнительную информацию о своей новинке, которую все очень ждут и на которую надеются, Canon EOS R5. Что это за камера и почему она так интересна всем? Потому что все ожидают, что это будет убийца Sony Alpha. По информации от Canon, то, что они закладывают в эту камеру, она будет вне конкуренции. Единственное, что может повлиять на ее конкурентноспособность, это цена. Но при том, что новинки от Sony тоже стоят в районе под 4000 долларов, я не думаю, что они сделают ее сильно дороже. Я думаю, что по цене она будет сопоставима с новыми альфами. Но тем не менее, исходя из того, что Canon заявляет о камере Canon EOS R5, это будет убийца беззеркальных камер Sony Alpha. Что же внутри? Давайте посмотрим. Для новинки обещают новый процессор Digic и обновленный Dual Pixel Auto Focus, которым Canon вправе может гордиться. Автофокус будет доступен во всех режимах 4 и 8К. Он отслеживает лица, головы, глаза и точно так же он будет отслеживать глаза и головы животных и птиц. Анималисты, возрадуйтесь! Либо вы можете поснимать дома кошечек, это будет тоже хорошо. 8К-шное RAW-видео 30 кадров в секунду будет сниматься с полного размера датчика. 4К-шный Slow Motion 120 кадров в секунду будет писаться в 10 бит 4.2.2. По информации от Canon, к этой камере сейчас разрабатываются 7 объективов, в том числе объектив 100-500 мм 4.5-5.7 и 2 экстендера RF с увеличением 1.4.2. R5 станет первой камерой от Canon, которая будет со стабилизацией внутри тушки IBIS. И она будет работать вместе со стабилизацией объектива IS. И совместно они дадут вам возможность снимать на более длинных выдержках. С рук будет снимать гораздо более удобно. То, что они обещают, это очень классно. Потому что Canon раньше не делала внутри тушки стабилизацию. И Sony в этом, конечно, была впереди. Серийная съемка до 12 кадров в секунду с механическим затвором и до 20 с электронным. Это пулемет. В тушке установлен скоростной слот для карт памяти CFexpress и SD-шек UHS-2. Так что, исходя из анонсов, R5 будет чудо-камера. Она будет по характеристикам покруче, чем соневские. Хотя по цене непонятно, что будет. Тем более, что Blackmagic сейчас опустили цену на свою 6К-шную версию Покета. И он сейчас стоит меньше 2000 долларов. То есть в два раза дешевле, чем Canon. Боюсь только, что весь этот мед из анонсов будет сдобрен ложкой дегтя в виде ограничения времени записи. Потому что, судя по фотографиям, никаких охлаждений там не предусмотрено. Это обычная с виду DSLR камера. И, возможно, матрица будет перегреваться как угорелая. Соответственно, скорее всего, они ограничат время записи 8К-шного видео в 5 или 10 минут. Потому что DSLR и так любят ограничивать 30 минутами запись обычного Full HD видео. Вот слайдик с полной информацией по камере. Технические характеристики действительно интересные. Давайте дождемся, когда эта камера поступит в продажу. Потому что настоящие показатели они дадут уже только после того, когда камера выйдет в магазины. Ну, будем верить все-таки, что Canon не обрежет функционал этой камеры. И мы получим действительно очень мощный инструмент, которым могут пользоваться и на бытовом уровне, и, возможно, профессионалы. 8К, в принципе, это сегодняшний день. Может быть, немного уже шаг в завтрашний. Хотя у нас используется до сих пор Full HD-шное видео. Весь мир идет впереди. Японцы 8К смотрят уже давным-давно. Давайте будем тянуться за ними. Оставайтесь на канале, подписывайтесь, лайкайте, жмите колокольчик. Пока!